Югра ждет ливней. Такая помощь от природы требуется, чтобы справиться с лесными пожарами. Тема вошла в федеральную повестку после того, как наш регион оказался лидером в стране по площади объятых пламенем территорий, наряду с Якутией и Ямалом. Это три эпицентра, где уже почти две недели бушует стихия. В нашем регионе площадь лесов, которую уже повредил или уничтожил огонь, ориентировочно составляет 227 тысяч гектаров. Это сопоставимо с территорией такого государства, как Люксембург. На восстановление зеленых легких Югры уйдет очень много времени. Представитель Greenpeace в интервью агентству РИА Новости заявлял, что после низового пожара, когда выгорает подстилка, трава, обгорают корни деревьев, лес восстанавливается примерно через 10 лет. Последствия верхового пожара, когда лес становится убитой территорией, возможно нивелировать примерно через полвека. А еще разрушение почвы, подверженность оставшихся деревьев болезням, меньшая способность поглощения углекислого газа и ослабление влияния на климатические изменения. В финансовом плане можно посчитать убытки на основе данных прошлых лет. Делим сумму годового ущерба на общую площадь, пройденную огнем. Получается, что один гектар леса стоит около 3 тысяч рублей. Таким образом, экологии Югры уже нанесен вред на более чем 650 миллионов рублей. Причинами быстрого распространения лесных пожаров в автономии стала сухая погода без дождей, которая продолжалась в регионе в течение долгого времени. Отмечалось, что местами просохли даже болота, а сухие грозы становились триггером новых очагов. Мы подготовили материал о борьбе спасателей со стихией. Дмитрий Круковец продолжит. Ситуация с лесными пожарами начала накаляться в Югре в первых числах августа. Площадь сначала измерялась сотнями гектаров, где бушевало пламя, а в конце прошлой недели горели тысячи га леса. Ветер с запада приносил смог в том числе и в Сургут. Западный ветер принес нам этот смог из Октябрьского и Белоярского районов, где наблюдаются катастрофические лесные пожары, введенный в режим ЧС регионального характера. А на территории Сургутского лесничества и Сургутского района пока действует один лесной пожар. Он обслуживается авиалесоохранной. В понедельник 8 числа Югра вышла на первое место в России по площади лесных пожаров. По данным авиалесоохраны, огнем были объяты почти 82 тысячи гектаров. С пламенем боролись более тысячи спасателей, в их числе специалисты баз авиалесоохраны Югры, Иркутской и Тюменской областей. В течение нескольких дней на подмогу прибыли специалисты из Красноярска, Алтая, Новосибирска, Томска и Свердловской области. Лесные пожары очень сложные. Пожары в основном это природные. 90% возникших пожаров это по причине грозовое явление. Пожары удаленные, осложняют работу, именно очень мощная подстилка до метра и той более. Усложняет как бы работу эту. Приходится, все в основном проводится это вручную. Для спасения тайги в округ прибыли два уникальных Бе-200. Это самолеты-амфибии. Они могут набирать воду на аэродроме, а также непосредственно из водоема в режиме скольжения по поверхности. Каждое воздушное судно может перевозить до 12 тонн жидкости. Их задействовали для отушения лесных пожаров в Октябрьском и Березовском районах, где наиболее сложная обстановка. Для отушения пожаров в Нягоне в воскресенье из Подмосковья прилетел самолет Ил-76. За прошлые выходные смог от пожаров подобрался к городу Югорск. Жители делились фото и видео в социальных сетях. Рост числа лесных пожаров объясняли аномально высокими температурами и дефицитом осадков. С первой декады июля и на протяжении всего месяца в Югре установилась сухая погода с высокими температурами воздуха. Такая ситуация, она не характерна для автономного округа с резкоконтинентальным климатом. И на протяжении последних десяти лет, с 2012 года, такого состояния атмосферы не наблюдалось. Сложились все предпосылки, когда из незначительной искры начинается возгорание. И периодические усиления ветра способствовали быстрому распространению пожаров. Во вторник площадь лесных пожаров в Югре увеличилась до 84 тысяч гектаров. Огонь бушевал на территории восьми муниципалитетов округа. Наземные службы обеспечивают отсечку огня, используя инженерную технику для создания минерализированных полос, а также имеющиеся естественные природные препятствия в виде рек и болот. Специалисты работают по фронту, используя данные о распространении огня от авианаблюдателей и данные космомониторинга. Применение авиации позволяет наземным группам сдерживать огонь направлению в сторону населенных пунктов и объектов экономики. После локализации ЧГА на земные подразделения по решению штаба перебрасываются на другие участки. 9 августа Сургут вновь оказался в дыму, который принес ветер из западных районов Югры, где горели несколько тысяч гектаров леса. Центр гигиены и эпидемиологии выявил незначительное превышение предельно допустимой концентрации по содержанию в воздухе диоксида азота. Остальные показатели были в норме. Ночью ветер поменял направление с западного на северо-восточный, и в среду утром от смога в нашем городе не осталось и следа. Он ушел, окутав населенные пункты и трассы западнее и южнее Сургута. 11 августа площадь лесных пожаров в округе выросла до рекордных 123 тысяч гектаров. Группировка сил спасателей достигла 1600 человек. В ликвидации огня задействовали десятки единиц спецтехники, 32 самолета и вертолета. Они вылили на пожары сотни тонн воды. В течение полутора месяцев не было осадков, и даже те, будем говорить, районы, где болотистые места и были влажные, они, к сожалению, просохли. Поэтому пожары заглубились, и их нужно будет дорабатывать еще в течение пару недель, это как минимум точно. Общая группировка, которая задействована на тушение лесных пожаров, составляет более 1600 человек. Наращивание группировки на пожарах при ухудшении обстановки у нас существовало за счет собственных сил. После того, когда резервы уже заканчивались, мы, прогнозируя ухудшение обстановки, запросили помощь из других регионов. На утро пятницы огонь в лесах Югры распространился на площади 135 тысяч гектаров. В большинстве случаев прошутисты-десантники, авиалесохрана и работники лесных пожарных станций ликвидировали очаги вручную из-за невозможности доставки техники. Всегда эти природные пожары тушились вручную. Конечно, сейчас проблема в том, что пожары не такие мелкие, я бы сказал, даже присутствуют крупные лесные пожары, и кромки там до десятков километров, два километра, как бы приходится, но работают. Используем естественные рубежи, это ручьи, речки, дороги лесовые. Также используем профиля, либо прокладка минполосы вручную, это лопата. Выполняем отжиги, пускаем встречный пал, чтобы спасти больше леса, чем сгорит там меньше. И все это вручную. Лопата, топор и ранцевый лесной огнетушитель, которым заполняется 20 литров воды. 12 августа – это первый день, когда спасатели очень аккуратно и, пожалуй, впервые дали оптимистические прогнозы. Сургут в пятницу после обеда накрыло ливнем. Дожди ожидаются в субботу и воскресенье и в западной части Югры, где и бушует большинство лесных пожаров. Погоду над округом сейчас определяет северный циклон, который принес долгожданные осадки. До этого климат не только усложнял работу спасателям, но и добавлял ее. Сухие грозы стали виной большинства лесных возгораний. По наращиванию силы звезды здесь очень и очень здорово помешала нам, конечно, погода. Это порыв ветра, это засуха аномальная. И еще один из моментов. У нас Ханты-Мансийск – это, наверное, один из немногих регионов, где более 80% ранее было возникновение лесных пожаров именно от ГОС. К сожалению, сейчас все-таки климат изменяется в не лучшую сторону, повышается температура. И вот аномалия повышения температуры на север, так будем говорить, если смотреть, на 1 градус, она влечет за собой на 20% увеличение грозовой активности. За последние две недели с даты ухудшения ситуации специалисты важной авиационной и наземной охраны лесов Югры, главного управления УЧС России по автономному кругу Центра Спаса Югория Добровольцы предложили 72 пожара. Не допущены угрозы 8 населенным пунктам, 2 объектам экономики. Вблизи населенных пунктов причиной нескольких пожаров стал человеческий фактор. Такой вывод предварительно установлен в 6 из 8 случаев, когда существовала угроза городам и поселкам Югры. Выяснением всех нюансов занимаются полицейские. У чиновников после окончания горящего сезона другая задача. На следующий год мы по тем площадям проведем оценку на предмет, которые пострадали от возгорания, будем планировать лесовосстановление. Каждый гектар погибших и вырубленных насаждений должен быть восстановлен. Сумму ущерба еще только предстоит подсчитать. По самым скромным результатам анализа она уже выше 650 миллионов рублей. И это не считая затрат на возобновление зеленых легких Югры. Почва и биологическое разнообразие начнут восстанавливаться относительно быстро, уже через 10 лет. Но чтобы вернуть лес в состояние до пожаров, совершенно точно потребуется более полувека. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное». Продолжение следует... Продолжение следует...